Добрый вечер! В студии Екатерина Абрамова. Вместе мы подведем сегодня итоги этой недели. Крестьянам сегодня дают гранты. Но есть и другая статистика. По данным Росстата, за последние 10 лет число официальных фермерских хозяйств сократилось почти в два раза. Было 253 тысячи, стало 136. Вадим Рожко из Тверской области крепкий хозяйственник. Ему пришлось пройти все круги бюрократического ада. Но уходить в тень он все равно не собирается. В гостях у принципиального фермера побывал наш корреспондент Ксения Крихели. Сегодня на ферму к Вадиму Рожке нагрянула комиссия из Министерства сельского хозяйства Тверской области. Фермер не стал накрывать проверяющим столы. Разговор с ними ведет по-честному. От общения с чиновниками Вадим Рожко уже устал, но пока не сдается. Два года назад получил грант. 1 миллион 130 тысяч рублей. Пришлось собрать километры с правых и бумаг. Пройти огонь, воду и медные трубы. Теперь Вадим шутит. В свои 33 чуть не посидел. Они поставили фермера на уровень и в разряд, как с крупного горхозника, где там есть юридическая служба, где есть там пять бухгалтеров, которые все делают. Я один. То есть у нас немножко эти вот понятия, они перепутались. То есть фермер должен заниматься фермерством. Проще в тени сейчас работать? Да, намного, конечно, проще и лучше даже. Но в тень уходить не собирается. Упрямо борется с бюрократической машиной. Терпеливо отчитывается о каждой истраченной копейке. И не с такими трудностями приходилось сталкиваться. 250 километров от Москвы Тверская область, деревня Братково. Здесь на разваленных некогда процветающего колхоза труд Ленина, 7 лет назад началось грандиозное строительство фермы. Это сейчас Вадим узнает вся округа. А тогда в этих краях он был абсолютно чужим. Да и месяц для покупки земли здесь выбрал не самый удачный. Это был, наверное, февраль. Все заметено. Тут было. Тут сугробы вот такие. И вот мы пробирались по этим сугробам. Помню, вот прям, знаете, как марш-бросок был. Труб не было, труб не было. Вообще бетон снят был. Я не знаю, ну вот просто, знаете, это варварство. Выходец из Молдовы – выпускник духовной семинарии, поработавший таксистом и инспектором ГИБДД. Все эти здания подняты практически из руин. Только эта крыша обошлась в 3,5 миллиона рублей. Первыми на ферме поселились кролики. Наконец-то появились деньги, которые, впрочем, вскоре сгорели. Связались со мной там ребята с рынка. Говорят, слушай, нам нужно к Новому году там 3 тысячи гусей. Хорошо, что я не взял 3 тысячи. Я как бы, да, возьму их полторы. В итоге такую трубу мы пролетели с этими гусями. Потому что вот эти ребята, которые там все у меня утверждали, что вот у тебя, мы сейчас их возьмем, 3 тысячи, они все пропали куда-то. Отчаиваться Вадим не стал. Гусей, кормить которых было дороже, раздал деревенским. Я открыл ворота, пригласил местных жителей, и у меня оставалось где-то там 350 голов. Я говорю, просто забирайте их. А сам пошел дальше. Теперь в его фермерском хозяйстве коровы. Целых 105 голов. Вот эта Аленочка, да, это моя любимая. У нее нрав очень такой своеобразный. Одна корова в среднем обходится в 25 тысяч рублей в год. В итоге на все сразу уходит больше 2,5 миллионов. Немалая для фермера сумма. Если бы корма были покрутные, было бы дороже в два раза. Вадим экономит. Я сам лично на трактор езжу. Это, во-первых, объединяет, когда я, фермер, работает вместе с ребятами, с трактористами, да, с механизаторами на полях. Это, во-первых, контроль. Потому что, знаете, там, можно закатать в рулон, то есть чуть влажное сено, да, то есть он может там сгнить, да. Ну, опять же, экономия одной единицы рабочей. А к весне еще ожидается бэби-бум. Прибавление аж на 70 голов. Хорошо, но и проблема, куда девать молоко. Сдавать невыгодно. Принимают по 15 рублей за литр. При себестоимости 24. Вот и развивает Вадим производство. Пока, говорит, работаем в ноль. Отливаем сыворотку, потом уже будем сливать творог. Для переработки молока закупили оборудование. Покупали на деньги гранта. Но того самого миллиона было мало. Набрали еще кредитов. У нас никогда не было миллиона на счетах, честно. У нас был, когда грант нам выдали, конечно, а он был. Все. Это первый-единственный раз, когда у нас такая сумма была на счету. Все остальное она просто. Ее не видят. Понимаете, вы там на 20 тысяч продукт свезли, вы ее сразу и вложили. Пока в одном цехе управляются створогом, в другом крутят колбасу. Ее сразу же отправят в коптильню, построенную по старинным чертежам. Гордость фермы. И отличный повод для штрафов от санэпидемнодзора. Стены ящика не выложены плиткой. Закон вступает в конфликт совсем натурально. С реальной. То есть, а нам придется тогда мудрить что-то. Показывать показух, что мы так делаем, а на самом деле делать так. Ну, можно же как-то придумать, чтобы это все официально... А на педемстанции смирилась с такой коптилкой? Ну, инстанции проверяющие. В этой комнате зреет сыр. Экспериментальная партия. Контролирует Елена, жена Вадима. Верный боевой товарищ. И незаменимый на ферме человек. Пока Вадим вынужден проходить круги бюрократического ада. Получилось так, что я больше времени провожу в отъезде, а на ее крупных плечах все хозяйство, переработка. На самом деле он молодец, он идет к своей цели. Я как могу поддерживаю, помогаю. Про себя Вадим шутит. Мол, фермер – миллионер. Ведь получил же грант в один миллион рублей от государства. Не важно, что все сразу ушло в дело. Вы вот сейчас общаетесь с миллионером. Сегодня на ферме редкий вечер. Вадим вместе с сыновьями готовит ужин. Кирилл и Егор у отца учатся всему с раннего детства. А он надеется, что передаст им уже крепкое хозяйство. Ксения Крихеля, Денис Ольевский, Елена Воротилова и Максим Гусев. Вместе Россия. Вот такой прошедшую неделю увидели наши корреспонденты, операторы и редакторы. Мы же вернемся к вам в следующее воскресенье. Вспрощаюсь. Всего доброго. Вместе интересно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»